Далее в нашем эфире обзор рынков. Его подготовила Ирина Котова, руководитель представительства Финан в Перми. Ирина, приветствую вас. Что интересного случилось за неделю? Антон, приветствую. На этой неделе были положительные новости. Сейчас об этом расскажу поподробнее. На текущей неделе нефтяные котировки марки Brent достигли психологически важной отметки. Почти 60 долларов за баррель. Такой динамике черного золота способствовала прошедшая ранее министерская встреча стран ОПЕК. Участники которой смогли убедить рынки в том, что баланс спроса и предложения постепенно приходит в норму. Крупнейшие сыровые трейдеры считают, что время низких цен на нефть подходит к концу на фоне повышающегося спроса. А также возможного дефицита и предложения. И уже к 2019 году в связи с истощением старых месторождений и сокращением инвестиций в новые, мировая добыча может упасть в район 9 миллионов баррелей в сутки. В свою очередь аналитики компании Финам полагают, что нефть марки Brent сохранит баквардацию до конца текущего года в связи с револансировкой нефтяного рынка ввиду слаженных действий ОПЕК+. Также эксперты считают возможным сокращение предложения порядка 500 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту котировок свыше 60 долларов. Если Brent сможет закрепиться над отметкой 60 долларов, то цены перейдут в новый диапазон до 70 долларов. Сейчас российских индексов. На данный момент индекс ММВБ сформировал очередной диапазон в 2065-2085 пунктов. При продолжении позитивной динамики цели роста расположены на отметках 2110 пунктов-2150 пунктов. Закрепление индикатора под отметкой 2060 пунктов активирует продажи. Индекс РТС за неделю показал положительную динамику. Котировки выросли на 0,71%. Национальная валюта с середины августа находится в диапазоне 56,80-58,40 за американский доллар. Выход из данного диапазона даст ход в пределах 1,5 рублей в направлении движения. Евро за прошедшую неделю показал отрицательную динамику, снизившись до отметки 68,33 руб. Начало текущей недели было отмечено выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен, которая подтвердила планы постепенного повышения процентной ставки. Также она отметила, что такая мера необходима в текущей рыночной ситуации из-за риска снижения инфляции, которая может спровоцировать рецессию. Данной точки зрения придерживается большинство членов комитета по открытым рынкам. И в свою очередь считает, что ставка до конца текущего года будет доведена до 1,375%. Стоит отметить, что осторожные шаги ФРС отчасти связаны с ожиданием налоговой реформы, которую администрация президента хотела бы принять до конца текущего года. При таком развитии событий регулятор мог бы более агрессивно продолжить ужесточать монетарную политику. В противном случае дальнейшее повышение процентной ставки может быть отложено на неопределенное время. На данный момент есть вероятность повышения ставки на декабрьском заседании. Оценивается рынком на уровне 60%. В среду республиканская партия США обнародовала план реформы, предполагающий снижение корпоративного налога с 35% до 20%. Также законопроект предусматривает изменение подоходного налога в сторону снижения для состоятельных граждан. На этом фоне американские индексы обновили свои исторические максимумы. На данный момент все надежды и чаяния медведей связаны с окончанием финансового года в США, который завершится в конце текущего месяца. И судя по динамике заокеанских индексов, в котором в последние дни присоединилась нефть, управляющих топ-менеджеров ждут неплохие бонусы. Таковы основные события за прошедшую неделю. Удачных вам инвестиций! Ирина, я вас благодарю. Держите нас в курсе. Ирина Котова в нашем эфире с обзором рынков, руководитель представительства Финан в Перми.